МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В очень тяжелых условиях до сих пор помнят. Весногорские пограничники отметили 100-летний юбилей войск. Сводка криминальной обстановки в городе. Книга, наверное, самая важная в нашей жизни, потому что это ключ к развитию человека, к его развитию ума. Забег – бегущая книга Росатома. Шикарно поборолись с несколькими командами. Торжественное открытие спартакиады работников Смоленской АЭС. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году декретом Совета народных комиссаров учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. Указом президента России от 11 марта 2003 года пограничная служба передана в ведение Федеральной службы безопасности России. И в этом году этот вид войск празднует свое 100-летие. О том, как десногорские пограничники отметили праздник, в нашем первом сюжете. Рубежи нашего государства охраняют и защищают около 200 тысяч пограничников. Эти люди наделены главными человеческими качествами – честью, отвагой и мужеством. 28 июня в администрацию города были приглашены ветераны-пограничники. Те, кто испытал великую ответственность за охрану рубежей нашей страны и осознал всю важность пограничной службы. Их приветствовал глава города Андрей Шубин. Я вас хочу поздравить с вашим профессиональным праздником. Желать вам всем крепкого здоровья, бодрости, духа, удачи и благополучия. Чтобы все было хорошо дома, на работе. И в этой дружной пограничной семье вы ежегодно встречались и отмечали свой профессиональный праздник. В связи с празднованием 100-летнего юбилея пограничных войск была учреждена юбилейная памятная медаль «100 лет пограничным войскам». В торжественной обстановке глава города вручил ее 47 военнослужащим запаса, проживающим в Десногорске и проходившим службу в погранвойсках. Награждение завершилось общим фото с руководством города. Ветеранам, несшим службу на охране границ, всегда приятно, что о них не забывают. Очень приятно, что о наших ребятах, которые служили в отдаленных точках, в очень тяжелых условиях, до сих пор помнят. И заботятся о них и администрация, и САЭС. И вот у нас 15 февраля следующего года будет для нас памятная дата, для тех, кто воевал в Афганистане. Это 30 лет вывода войск из Афганистана. Лично распоряжением председателя Росатома, Лихачевым Алексеем Евгеньевичем, было дано указание о том, чтобы нам подготовили награды, юбилейные медали, посвященные выводу. И вот сейчас, в данный момент, администрация города и руководство станции занимается этим вопросом. То есть мы составляем списки, уточняем и так далее и тому подобное. Будет награждено около 50 человек. По традиции, десногорские пограничники в этот день побывали на Кургане Славы, где возложили цветы к мемориалу и почтили минуты молчания тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В воскресенье 27 мая стартовал прием звонков и иных обращений граждан к президенту России. До 7 июня обратиться к главе государства можно будет, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт moskvadefisputin.ru или специальные мобильные приложения «Москва Путину» и «Окей Лайф». Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Задать вопрос можно с 8.00 по московскому времени вплоть до окончания прямой трансляции 7 июня. Только на русском языке. Объем не должен превышать 70 знаков. Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру, который вы видите на экране телевизоров. Звонки и сообщения осуществляются бесплатно. Вопросы принимаются только с телефонов российских операторов связи. Выпускники начали сдавать основные госэкзамены. В российских школах стартовала государственная итоговая аттестация в 9 классах. Она продлится до 28 июня. Первым сдавали экзамен по иностранному языку. Криминальные новости. В области сотрудники полиции раскрыли угон дорогостоящего автомобиля. Владельцем внедорожника оказался 70-летний житель Москвы, который нанял для строительных работ на даче специалистов. Один из строителей под действием алкоголя решил прокатиться на машине, но не справился с управлением и врезался в дерево. Нарушителя задержали. Теперь ему грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы. О том, что произошло в Десногорске за минувшую неделю, нам расскажет подполковник внутренней службы отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 107 административных правонарушений, в том числе 88 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. Сейчас немного о культуре. 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. В честь этого дня в городах присутствия госкорпорации «Русатом» прошёл интеллектуальный забег «Бегущая книга Русатома». Десногорцы активно поучаствовали в этой акции. Интеллектуальный забег – значимое событие в культурной жизни Десногорска. Он проводился впервые. Это новый формат продвижения книги и чтения. Заместитель главы Александр Новиков поздравил с профессиональным праздником сотрудников библиотеки и отметил значимость этой акции. Акция на самом деле очень интересная, актуальная. У нас сейчас с развитием интернета, телевидения люди как-то всё больше и больше уходят от книг. Хотя книга, наверное, самая важная в нашей жизни, потому что это ключ к развитию человека, к его развитию ума. Ну и, соответственно, воображение человека через книгу, оно по-другому формируется, чем через телевидение. Телевидение нам даёт какие-то образы, интернет даёт образы. Книга позволяет мышлению самому вот эти образы домысливать. Старт акции – центральная библиотека. Идея забега проста. Сотрудники библиотеки вместе с волонтёрами проехали по улицам Десногорска и задали литературные вопросы жителям города. Правильно ответившим они подарили книги. Мы со всей семьёй ездили по городу, раздавали всем детям книжки, загадывали загадки по литературному стене. Несколько книг уже раздали. Так интересно, неожиданно и приятно. Вышло просто с ребёнком погулять, а тут сюрприз. Получили в подарок книги. Будем читать. Завершился праздник торжественным награждением волонтёров, которые получили памятные книги о нашем городе. А добровольцы, в свою очередь, довольны, что приняли участие. Люди адекватно воспринимают эту акцию. Пытаются вспоминать Есенина, пытаются вспоминать Блока. Ничего у них не получается. Но я думаю, что через пару лет мы людей научим читать стихи на улице. По словам организаторов, этот забег позволит привлечь новых читателей в библиотеки и будет способствовать продвижению новых мероприятий в рамках программы «Территория культуры Росатома». Итоги акции подвела директор библиотеки Любовь Милосердова. В акции у нас приняло участие 25 волонтёров. Это велосипедисты, это пешеходы. Мы раздали около 130 книг художественной, научно-популярной литературы, посвящённой Росатому и Смоленской атомной электростанции, также CD-диски и около 50 подарочных блокнотов. В драмтеатре областного центра торжественно открылся ежегодный Всероссийский музыкальный фестиваль имени Михаила Глинки. По традиции открыли фестиваль известными произведениями Михаила Ивановича. Завершится Глинковская музыкальная декада 3 июня. С 4 по 29 июня в Историко-Крывеческом музее пройдёт интерактивно-образовательная программа «Русальная неделя». Всех, кто примет участие, ждут хороводные игрища, плетение венков, гадания на травах и ароматный чай из цветов и полевых трав. В завершении о спорте. В атомной отрасли развитию спорта уделяется большое внимание благодаря поддержке «Росатома» и концерна «Росэнергоатом». Наша атомная станция ежегодно организует свою спартакиаду. В этом году спортивным состязанием был дан старт 26 июня. О том, как это было, в нашем следующем репортаже. Спартакиада – это главное спортивное мероприятие, которое атомщики ждут с нетерпением, чтобы в очередной раз продемонстрировать свой командный дух – ловкость, выносливость и стремление к победе. С началом состязаний участников поздравил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. Мы пришли на стадион для того, чтобы пообщаться здесь, приобщиться к теме веноспорта, которые есть, показать свою подготовку, если получится победить. Сразу после открытия состоялись весёлые старты и соревнования по перетягиванию каната. По итогам шести эстафет среди пяти команд первое место заняла объединённая команда «Энергия», на втором месте команда реакторного цеха, третье место – команда цеха тепловой автоматики и измерений. В перетягивании каната жаркая борьба за первенство снова развернулась между основными фаворитами – командами «Эрце» и «Энергия». В напряжённом противостоянии с равными силами реакторный цех всё же взял реванш и в итоге стал лидером. В этом году гораздо интереснее было соревноваться, когда подготовленные соперники чувствуются напряжение в игре. То есть это подзадоривает, наоборот, стимулирует на следующий год готовиться ещё сильнее. Спартакиада работников Смоленской АЭС проходит при поддержке администрации профсоюзного комитета атомной станции. Ежегодно в ней принимают участие ветераны-атомщики, более тысячи работников подразделений предприятия и подрядных организаций. У нас есть настоящие лидеры этого движения, которые зажигают, организуют, всегда популяризируют спортивное, трудовое движение. Благодаря этим людям остальной коллектив вовлекается во всю эту работу. Поэтому всегда с большим, огромным удовольствием есть костяк, который занимается, участвует во всех спартакиадах. И есть спортсмены, которые выступают на достаточно высоком уровне. Спартакиада включает в себя 18 дисциплин. Соревнования проходят на спортивных сооружениях атомной станции, стадионе «Атомтранс», лыжной трассе и полигоне для спортивного ориентирования в деревне Генина с января по ноябрь. Впереди у спортсменов-атомщиков еще много интересных и увлекательных состязаний. Торжественное подведение итогов спартакиады и награждение победителей и призеров состоится традиционно в декабре накануне Дня энергетика. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok